Добрый день, дорогие друзья! Я рада новой встрече с вами на канале Жанна в Турции онлайн. Спасибо, что присоединились к просмотру этого видео. Мы в Алании. Температура воздуха плюс 29. Температура воды в Средиземном море 24 градуса. Сегодня 22 июня. Печальный день 1941 года и радостный 2021. Сегодня в Турцию массово возвращаются российские туристы. Первый самолет из Внукова приземлился в 5.40 утра в аэропорту Анталии со 132 отдыхающими. Через несколько минут сел еще один борт, на нем прилетели 230 туристов. Затем в течение трех часов приземлились еще 14 самолетов. Всего за сегодняшний день аэропорт Анталии намерен принять 44 борта из России. Не отстают от них и отдыхающие из других государств. Массово на отдых в Турцию прибывают из Германии, Казахстана, Украины, Беларуси, Молдовы, стран Балтии. Ну, в общем-то, событие радостное для всех государств. Однако оно не стало поводом для отмены ограничений в самой Турции. Вчера состоялось традиционное заседание Кабинета министров, на котором регулярно рассматривается ситуация с ковид. А она здесь стабильная. Ежедневное инфицирование держится на уровне 5000 человек. Активно ведется вакцинация. В данный момент привито уже почти половина населения страны. Но, к сожалению, ожидаемой отмены ограничений не произошло. То есть на граждан Турции и иностранцев, находящихся здесь с видом на жительство, по-прежнему распространяется комендантский час по будням с 22.00 до 5 утра и комендантские сутки по воскресеньям. Кафе и рестораны работают с 7 до 21.00. Далее до 24 только на доставку. По воскресеньям заведения общепита также работают только по доставке. В таком режиме Турция будет жить до 1 июля. Ну а далее долгожданная свобода. Президент Эрдоган объявил о том, что с 1 июля полностью будут сняты комендантские часы и комендантские сутки. Однако, ношение масок и использование ХЕС-кода по-прежнему остается обязательным. И эти последние два пункта распространяются на туристов, тем более в общественных местах. Уважаемые отдыхающие, вас, конечно, здесь очень ждут, вам очень рады. Но не злоупотребляйте гостеприимством. Соблюдайте законы и правила этой страны. И не забывайте о штрафах за нарушение масочного режима. О том, как получить ХЕС-код, я подробно рассказывала в одном из видео. Ссылочку на него прикреплю в описании. ХЕС-код может понадобиться уже при посадке в самолет. Я думаю, что сегодня вы замечаете некоторое оживление. Ну, пока не на набережной, сейчас жарковато. А на дороге все больше и больше экскурсионных автобусов развозят отдыхающих по отелям. Но сегодня я вам хочу показать немножечко другую Аланию. Ту, какой вы ее можете увидеть в воскресенье. Это касается туристов, на которых ограничения не распространяются. Но в связи с тем, что все больше и больше людей сюда прибывают на отдых, а следующее воскресенье по-прежнему будет комендантским для местных жителей, я хочу подготовить вас к тому, с чем вы здесь можете столкнуться. Сейчас мы проезжаем отель Grand Zaman Beach. Он четырехзвездочный. Этот его корпус, я так понимаю, основной, работает. Остальные корпуса этого отеля закрыты. Сразу за ним большой отель Riviera Zen, но он закрыт, бассейн пустой. И еще один четырехзвездочный отель Gardenia открыт, принимает отдыхающих. Эти отели находятся на набережной пляжа Клеопатры. У них удачное расположение, самый центр города. Море рядом. Виды из номеров, которые выходят на эту сторону, потрясающие. Однако отели очень скромненькие. Как вы уже поняли, это видео я снимала в воскресенье, когда местные жители сидят по домам. На улицах пусто. Изредка можно встретить туристов. Многое, соответственно, закрыто. Маркеты, кафе, бары, рестораны работают через одного. И только те, что имеют отношение к отелям или на вынос. Машины стоят на приколе, но такси ездят. В парках пусто. Естественно, что большинство отдыхающих на пляжах. Помимо моря и прогулок на пиратских кораблях и яхтах, доступен фуникулер. Он расположен в самом центре города, работает в комендантские сутки. И, конечно же, находясь в Алании, стоит подняться на нем на гору и прогуляться в крепости Клеопатры. Она также открыта. Чуть впереди располагается очень интересная и красивая пещера Дим. Я, кстати, про нее делала отдельное видео. Ее также можно посетить в комендантские сутки. И думаю, что даже очень удобно прогуливаться именно в этот день. Нет скопления народа и очередей. Археологический музей в центре города, скорее всего, он закрыт. Далее культурный центр точно не работает. Напротив него супермаркет «Мигрос». Продуктовые магазины, мясные и овощные лавки в воскресенье работают с 10 до 17.00. Рынки и крупные торговые центры закрыты. Здесь же в центре города находится аквапарк. Он не очень большой, но на его территории можно провести весь день. Там несколько водных горок, бассейнов и кафе. Ну а дальше по центральной улице большинство объектов закрыты. Вот такая памятка у меня получилась для туристов. Так что не пугайтесь тишины на улицах курортных городов в предстоящее воскресенье. Для туристов многое доступно. И, по-моему, не стоит откладывать поездку на море в долгий ящик. Пока есть возможность, нужно ехать. Уже с этой недели россиянам доступны прямые рейсы в Анталию и Газипашу из 32 городов. Москвы, Санкт-Петербурга, Астрахани, Брянска, Владивостока, Владикавказа, Грозного, Екатеринбурга, Иркутска, Казани, Калининграда, Кемерово, Красноярска, Магнитогорска, Махачкалы. Моя родина, я там родилась. Минвод, где сейчас живут мои родители. Нижнекамска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Перми, Петропавловска, Камчатского, Ростова, Самары, Сыктывкара, Томска, Улан-Удэ, Ульяновска, Уфы, Хабаровска, Челябинска. И карту полетов предполагают расширять. Вот такой у меня сегодня урок географии по городам России. В комментариях появились вопросы по поводу стоимости отдыха. Будут ли отели поднимать цены? Мне кажется, что даже если бы они захотели это сделать, то у многих уже ничего не получится. Так как номера в отелях давно выкуплены туроператорами. И конечную цену отдыха формируют агентства. От самих отелей сейчас уже мало что зависит. Тем более, что разговоры о чартерах в Хургаду и Шарм-эль-Шейх звучат все четче. И местные отельеры прекрасно понимают, что это будет серьезной конкуренцией Турции. В таких условиях цены поднимать не имеет смысла. Но тут, как я уже сказала, решают туроператоры, которые, судя по вашим комментариям, не всегда ведут себя добросовестно. Очень, конечно же, обидно, что они откусывают дни отдыха, ссылаясь на изменение расписания полетов. Знаете, на что мы обратили внимание, будучи туристами? Что пакетный отдых на неделю не сильно отличается по стоимости от, допустим, двухнедельного. Дело в том, что проживание в отеле – это лишь часть затрат. Основной составляющей в формировании цены тура является стоимость перелета, трансфера и страховки. А сейчас к ним еще добавились тесты ПЦР. Это я к тому, что длительный отдых, тем более в нынешнее время, практичнее короткого. По поводу правил въезда в Турцию. В прошлом видео я подробно рассказывала о требованиях Турции. Но вопросы поступают, поэтому уточню еще раз. В начале уже упомянула про ХЕС-код, который нужно получить за 72 часа до вылета через электронную анкету Министерства здравоохранения. Не пренебрегайте этим требованием, оно является обязательным. В заполнении анкеты нет ничего сложного. Пройдите по ссылке под описанием и посмотрите видео, как это делается. Далее, Турция обязательно от всех, кроме детей до 6 лет, требует тест ПЦР или экспресс-тест на антигены. Ни в коем случае она не настаивает, чтобы въезжающие были привиты. Но принимает сертификат о вакцинации или справку о перенесенном ковиде вместо теста ПЦР. Тут есть небольшая заминочка. К сожалению, нет единого образца, как должен выглядеть сертификат или справка о болезни. Поэтому, чем больше печатей и кодов, тем лучше. И обязательно оригинал в распечатанном виде имейте при себе. Но я не думаю, что турки будут сильно придираться. Опять же, вы писали в комментариях о том, что тест нужен и привитым гражданам. Это уже требования вашего туроператора, авиакомпании или страны. Таким образом, они подстраховываются, преследуя свои определенные цели. И действительно, были случаи, что людей не пускали на борт самолета без теста. Но турецкая сторона не имеет к этому никакого отношения. Однако, оставляет за собой право выборочного тестирования в аэропорту. Но пусть вас это не пугает. Естественно, что без причины тест делать не будут. Поводом для этого могут послужить явные симптомы заболевания. Например, повышенная температура, которую определят тепловизоры. Они установлены везде и фиксируют каждого проходящего. После забора материала турист может направиться к месту отдыха. Результат ему сообщат. Естественно, при положительном тесте человек будет изолирован и пройдет курс лечения. Но надеемся, что до этого не дойдет. Ну а сегодня картина прямо противоположная. Пляжи наполняются людьми. Мне кажется, что практически нет свободных лежаков. И обратите внимание, море успокоилось. Все оно тихое и ласковое. Оно ждет отдыхающих. Жизнь возвращается в курортные города Турции. Отели ожили. Слышится музыка, смех. Проводятся активити у бассейна. Я наблюдаю, что очень много людей. И количество отелей, которые открываются, увеличивается с каждым днем. Я уже как-то говорила о том, что вот здесь, в районе Оба, практически все отели открылись. Один из самых крупных, White Gold. И как-то мы с вами заходили в отель, Antique Roman. Там как раз подготавливались к открытию. Сейчас он работает. Так что, если кого-то интересует, в прошлом видео я даже телефон показывала. Номер, по которому можно связываться с этим отелем. Узнавайте цены, бронируйте и езжайте. Торопитесь на отдых, пока есть такая возможность. Не оставляйте ничего на завтра. И на этом позитиве я сегодня с вами попрощаюсь. Желаю всем хорошего настроения, приятного отдыха. Оставайтесь на моем канале. Не забывайте ставить лайки, пишите комментарии. Я рада общению с вами. До следующего видео. До свидания.